мировой закусон под пиво просто ураган это куриные крылышки впрочем об этом чуть позже всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду в незапамятные времена когда я уже очень сильно интересовался кулинарией но на тот момент еще практически ничего не соображал на самом-то деле я сейчас мало чего знаю честно сказать но в те времена был вообще полным нулем хотя нет в те времена я был стройным нулем так вот в те времена я увидел по моему даже у макаревича рецепт куриных крылышек и пару-тройку раз по тому рецепту их приготовил ну не могу сказать что рецепт меня уж там сильно впечатлил но основу была достаточно такая интересная потому рецепту требовалось смазать куриные крылышки обильно смазать смесью майонеза и горчицы и соотношение один к одному и в таком вот виде запекать самая большая моя претензия к тому рецепту была в том что из духовки доставал противень в котором куриные крылышки более-менее плохие на вкус буквально плавали в жиру майонез по госту почти на 70 процентов состоит из масла ну 67 процентов до конца точным горчица на 12 процентов когда я по тому рецепту килограмм крылышек заливал тремя четвертями стакана майонеза и тремя четвертями стакана горчицы получалось что в духовке не плавали килограмм крылышек почти в стакане масла плюс там они сами еще по себе жирные представить что на выходе получалось прошли годы я мало-помалу поумнел ну как мне кажется пробовал новые варианты что-то там придумывал и сегодня я собираюсь вам показать обновленную так скажем версию того рецепта и так мне понадобится понятно куриные крылышки соевый соус горчица я использую французскую зернами а все остальное это финтифлюшки гарнир и дополнительные закуски помидорки острый перец имбирь чеснок лимон перчики это не острые такие маленькие рецепт простой и и относительно быстрый во-первых крылышки куриные сами по себе достаточно безвкусные поэтому для яркости для вкуса их надо качать соевым соусом есть у меня и кулинарный шприц но у него и глаз слишком уж большая слишком толстая из крылышек через дырищу которая наставит весь соус опять наружу вытечет поэтому я пользуюсь обычным медицинским шприцом этот у меня на 10 кубов конечно было бы удобнее 20 кубовый не было их в аптеке так что играем в доктора что касается количества я закачиваю примерно по паре тройки кубиков крыло с этой точки не крыло вот в этот кусочек в один это треть крыла получается да с этой точки зрения медицинский шприц даже удобнее можно точнее отмерять дозу как вы вероятно догадываетесь это примерное количество потому что и курица бывает разные по размеру соответственно крылья у них тоже сильно разные так и соевый соус тоже бывает более соленый менее соленый так теперь надо разобраться с горчицей я использую французскую сладкую с зернами сладости на самом-то деле на мой вкус недостаточно в ней она больше кислая чем сладкая поэтому надо добавить немного меда совсем немного чайной ложки на 200 граммовую баночку будет вполне достаточно не переборщите с медом при его избытке крылышки в духовке начнут гореть задолго до того как внутри пропекутся запекать их буду в духовке чтобы противень потом не отмывать или по крайней мере поменьше отмывать укрою его фольгой но чтобы крылышки не плавали в жирок который будет с них капать их укладываю на решетку тогда стекающий жир будет капать вниз и крылышки будут запекаться в подвешенном так сказать состоянии и запекутся равномерно со всех сторон противень то я фольгой защитил а вот решетку нужно будет потом отмывать духовку меня разогрета до 180 градусов ставлю их примерно на 40 минут почему примерно потому что во первых духовке все пекут по-разному а во-вторых все зависит от размера крылышек ряд их температуры одно дело если они у вас лежали при комнатной температуре час и нагрелись до плюс 20 другое дело их только из холодильника вытащили обкололи соевым соусом и сразу духовку то есть они плюс 5 поэтому примерно если сомневаетесь что через 40 минут они еще не готовы ну достаньте одну крылышко да попробуйте ладно мне есть время заняться пока другими закусками частностью соусом понадобится чеснок буквально один-два зубка это и от размера зависит от остроты чеснока в том числе угадайте каким ножом нарезаю правильно спонсорским самурухой карбон очень мне нравится как он заточку держит вот очень нравится кроме того хочу добавить немного имбиря совсем немного натру его на терке и перец чили как вообще можно думать про соус куриным крылышком и не думать при этом про остроту не понимаю ведь крылышки это не просто как еда это мировой закусон под пиво основа это опять же соевый соус для густоты добавлю немного кукурузного крахмала смешать и теперь сюда чеснок имбирь перец и надо хорошенько прогреть при нагревании соус быстро загустеет и тогда можно будет оставить в сторонку пусть набирается ароматов смотрите какая красота надо проверить на вкус может придется добавить еще чего нибудь какой густой сладости страты нет все нормально вы конечно смотрите по своему но вот у меня все отлично ладно у нас с первым соусом разобрался теперь что касается остальных закусонов час я собираюсь приготовить закуску соус у нас крески соус на основе томатов чили я вы его уже показывал во всех подробностях вот в этом ролике если пропустили смотрите здесь я все факультативно покажу чу повторяться правда томаты чири чеснок чили перец цедра лимона базилик теперь тепловая обработка на сковороду оливковое масло обязательно экстра вёрджин здесь нужна не жарнота здесь важен именно вкус и аромат оливкового масла поэтому убирайте самое вкусное ароматное какого до какого сможете добраться в своих магазинах своей округе чеснок сюда и сразу добавлю чили перец масло наберет остроты перца и чеснока сразу запах какой приятный пойдет но смотрите не сожгите ничего следите отлично теперь томаты надо их припустить и огонь можно сразу же сделать посильнее теперь белое сухое вино красота какая и сразу цедра соус это простецкий но очень вкусный надо солить базилик немного лимонного сока так вот перемешать и можно выключать выключать нагрев нужно в тот момент когда вино выкипело уже лишнее и вот этот вот сок помидорный и масло загустились но не буду не буду конечно такие густые как майонез нет но все-таки такая легкая густота появится ну и последний на сегодня закусон перец мелкий такой практически классика испанских баров немного масла огонь посильнее и надо слегка опалить бока сразу надо присолить крупной солью перец должен остаться такой похрустывающий то есть основная цель вот этой самой обжарки создать подпаленности такие пятна подпаленные на бочках перца чтобы немножко пленочка отслоилась тогда он такой классный слегка дымный аромат приобретает ну это минуту-две займет у меня наверно на этой сковородке а вы пока для памяти свяжите себе основные этапы готовки запомнили а я тем временем успел уже частично сервировать наши закуски вот вам суевая имбирно-чесночный соус вот крылышки в таких корзиночках ну вот перец подпаленный а вот соус из помидоров чеди красота нормальный набор закусок как считаете это конечно же нет никакой нужды подавать их именно в таких вот тестяных корзиночках но если они есть то почему бы и не сделать так всяко посимпатичнее выглядит по эффект не подача зайду издалека сначала черри так вот такую вот помидоринку как я уже говорил видео про мерлузу в таком соусе помидоры от такой обработки становятся очень яркими на вкус черри и сами по себе достаточно хороши а вот когда они так вот обжариваются и томятся в этом соусе лишняя влага уходит вкус концентрируется плюс еще вино дает кислинку плюс лимонный сок базилик цедра естественно чеснок перец понятно но это классно это очень классный соус и в принципе он подходит на мой взгляд под огромное количество всяких блюд рыбу мясо там не важно так дальше у нас перчик идет смотрите какой перчик сегодня без пивка так это классный перец я ни разу не встречал его признаться честно пока жил в москве там в продаже а может не обращал внимание он не острый но и не сладкий больше всего похож на тот на садовые обычно которые выращивают но просто такого небольшого размера после обжаривания такой пикантный есть легкая-легкая остринка прям вот на уровне только угадай-ка в качестве закуски великолепно ну и давай теперь перейдем так сказать к самому важному ради чего задевался сегодняшний ролик вот такая вот красота сначала без соуса это классно вот эта французская горчица нет конечно все дело именно в качестве горчицы если вы возьмете горчицу которая не очень кислая не очень сладкая не очень острая будет не то и в принципе если вы купили такую вот французскую но она вам не очень нравится не достаточно яркая ее можно исправить добавив немножко уксуса немножко сахара добавив немножко острые горчицы найти до вкуса потом используйте вот в этом блюде теперь соусом так вот он какой смотрите какая красота так это совершенно бомбический соус он ярко соленый он острый с чесноком он с ароматом имбиря просто супер если соевый соус который вы используете не очень насыщенный по вкусу то прежде чем добавлять крахмал в соус для загущения можно его немножко выпарить сконцентрирует его вкус в принципе тот кикаман который я покупаю здесь для этого соуса выпаривать не надо он и так достаточно насыщенный если у вас какой-то более слабенький попробуйте выпарить супер просто супер я доем крылышко с вашего позволения обожаю такую закуску в том числе и потому что она просто готовится ну и достаточно быстро сколько тут 40 минут потратил на все про все ну ладно 45 в общем пробуйте этот рецепт смело его могу рекомендовать берите его на вооружение приглашайте друзей устраивайте пивные и не обязательно пивные вечеринки спасибо вам за активность на канале разнообразную спасибо за ваши комментарии я очень стараюсь читать их все и чаще всего и успеваю прочистить их все несмотря на некоторую загруженность спасибо вам за компанию всем пока всем пока всем пока всем пока